День предпринимателя отмечается ежегодно у нас с 2007 года. Это тогда, когда президент Российской Федерации подписал закон. И теперь он получается у нас как профессиональный праздник. И это говорит о том, что все-таки государство и общество нас поддерживает и признает, так скажем. Ну, мировой опыт показывает, что предпринимательство как таковое является одной из главных в экономике, в рыночной экономике. Ну, если сказать, что вот, например, в Европе основной бюджет, ну, в Европе в развитых странах основной бюджет пополняется именно за счет малого и среднего бизнеса. Это в пределах где-то до 70% бюджета, да, то для России, конечно, эта цифра выглядит очень-очень скромно. Я так думаю, в пределах 10, если наберется, то хорошо. Поэтому, видимо, не зря президент и правительство политического руководства России прикладывают, по крайней мере, свое обращение и свои силы для того, чтобы малый и средний бизнес как таковый развивался в России. Ну, об этом просто тяжело говорить, потому что, как бы ни старались, политическое руководство, мы понимаем прекрасно, что бизнес очень имеет вялую такую тенденцию и очень медленно развивается, если только развивается. Вот. Если взять, например, Хакасию, то здесь основной акцент и направление, ну, у нас губернатор и правительство в том числе делают именно на крупный бизнес, но никак не на малый. Видимо, пытаясь от крупного бизнеса получить какие-то преференции, большие налоги и так далее. Но, как мы знаем, все получается наоборот, да. Большой бизнес обманывает всех, в том числе и Хакасию, и руководство Хакасии, и уходит из-под налогообложения. Вот. Малый бизнес, как всегда, остается в данном случае в стороне. Такое ощущение, значит, что делается у нас в Хакасии все для того, чтобы малый бизнес, ну, просто медленно умирал, так скажем. Ну, что входит сюда? Это входит сюда бешеные налоги, да, мы уже об этом много раз говорили, тарифы, бешеные тарифы, я хотел сказать, да. Это тарифы на электроэнергию, это тарифы на тепло и так далее. Значит, разного рода нововведения и проверки налоговых органов, да, которые направлены именно на то, чтобы увеличить нагрузку на бизнес, в том числе, ну, и в первую очередь на малый бизнес, да. Это разного рода законные, подзаконные акты, которые ежедневно, можно сказать, падают на голову малому и среднему бизнесу, да. Так вот, это понятно, что отсутствие финансовой поддержки, ну, грантовой, я хотел бы сказать, в первую очередь, вот. И все это накладывается отпечатком именно на народонаселение, как говорил Виктор Михайлович, да. То есть, очень маленький спрос населения, покупательский спрос населения идет именно в данном случае. Это одна из основных и главных проблем, вот. Ну, нет, нет никаких инвестиционных резервов. Это вторая проблема, да, для Хакасии, мы знаем прекрасно. Теперь, ну, хотя я хочу сказать, что есть Министерство экономики. Ну, как выразился один мой товарищ, значит, Министерство экономики есть, а экономики нету. В Хакасии я имею в виду, вот. Ну, несмотря на все это, на все эти трудности, вот, каста предпринимателей – это мировое господство. Ну, мы об этом знаем, это все остальное, это, если судить и сравнивать с мировым сообществом, то это мировое господство, по крайней мере. Видимо, в России когда-то наступят тоже такие времена. Вот, Союз предпринимателей был создан в 2001 году. В то время, значит, было в Хакасии порядка 25 тысяч предпринимателей. Сейчас, в настоящее время, мы понимаем, что предпринимателей значительно меньше, то есть в разы меньше, то есть сокращается, умирает, закрывается и так далее. Ну, понятно, почему, да? Понятно, что политика вот у нас в Хакасии, видимо, такая, что вот умирает предпринимательство. Союз предпринимателей, как я уже говорил, был создан в 2001 году. У нас есть свое отделение практически во всех городах и районах республики. Вот, хотелось бы отметить мне работу руководителей некоторых отделений, например, Саяногорского отделения. Это Анатолий Левицкий и Александр Михеев, это руководители Черногорского отделения. Но, хотелось бы в данном случае заметить, что вот именно руководители вот этих городов, Саяногорска и Черногорска, как таковые, то есть они вообще самоустранились от контактов каких-либо и от сближения с малым и средним бизнесом. Вообще, практически, можно сказать, не работают. Ну, я не знаю, у кого они учатся, скорее всего, я думаю, нашего губернатора. Союз предпринимателей представлен во всех федеральных структурах, общественных советах Хакасии. Мы последовательно боремся со всеми вот теми негативными моментами, которые являются порогом и трудностью для предпринимателей. То есть это и рост тарифов, это и разного рода проверки, это и грантовые, финансовые поддержки, это вот изменения разного рода законодательства и так далее, и так далее. Ну, то есть, можно сказать, вот мы сегодня единственные из тех, которые являются оппозицией, или, грубо говоря, даже не оппозицией, а те, которые в открытую конкретно говорим руководству Хакасии о том, что вот, ну, о наболевшем. То есть именно конкретно говорим о том, что так нельзя, и так не получится, и так не надо делать. Но, тем не менее, мы свое выражаем мнение, а что в данном случае предпринимает правительство, это мы видим на деле. Но, тем не менее, хотелось бы сегодня... Да, нам, конечно, очень плохо, да, но, тем не менее, впереди сегодня-завтра, сегодня у нас праздник, день предпринимательства в России, да, и хотелось бы от себя лично, от Совета Союза предпринимателей поздравить всех предпринимателей, всех тех людей дела, которые организовали в свое время свое дело, и развили, и до сегодняшнего дня развивают. Да, и пусть сегодня предпринимателю России быть, ну, непросто, да, но, тем не менее, это очень почетно. Сегодня мы, мы являемся передовым классом, который не останавливается на достигнутом и вносит свой вклад в решение всех социальных проблем. Хотелось бы еще раз, вот такие проявления талантов и трудолюбия, достойные уважения и, естественно, поддержки. Спасибо.